Такого скопления журналистов Житомир еще не видел. Десятки репортеров ждали президентов и буквально на ходу засыпали вопросами. Ему никаких пока не надо советов давать. Он прекрасно знает, что делать. И самое главное, сделает. А с журналистами как быть? С какими? Пока напряженные отношения у нас с президентом. У вас? С Владимиром Александровичем отношения напряженные. Я иду за ним и думаю, господи, как он вас терпит. Да вы что, у вас прекрасные отношения. Не дай бог вам иметь дело с Лукашенко. Подробности переговоров пересказывали друг другу в кулуарах, а заявления мгновенно разбирали на цитаты и громкие заголовки. Если резюмировать все сказанное сегодня, становится понятно. Дружить будем не только по принципу соседства. Опираться исключительно на собственные интересы, а в случае с Украиной это не только экономическая выгода, но и тесные человеческие связи. Даже сложные темы сегодня обсуждали в атмосфере абсолютного взаимопонимания, а выступления президентов в то и дело прерывались аплодисментами. Чем сплоченнее будем мы, тем большее сопротивление мы будем ощущать. Никто никогда, даже как бы ни заявляли политики вокруг нас и в мире, не позволит нам очень сильно дружить. Потому что, к сожалению, мир действует по принципу разделяя власть. Тут вот много, Владимир Александрович, журналистов, они точно мои ваши заявления истолкуют, как будто мы против там России или Китая нацелены. Да нет, родные мои. А вы не стесняйтесь этого. Это шутка, Александр. Ну, Владимир Александрович, я вас за язык не тяну, я не стесняюсь. Вы не думайте, что только там, знаете, нас будут присылать. Но и там, на Западе, не очень это воспримут. Вот, поэтому мы осознаем это с президентом. Мы, кстати, об этом говорили один на один, когда вели переговоры. Мы это осознаем и этот барьер мы полны решимости преодолеть. Мы добрые люди, мы нормальные люди, мы не хотим против кого-то дружить, мы не хотим против кого-то воевать. Мы должны быть сильны. И вот то, что мы говорим о том, что мы будем создавать совместные предприятия, хлеб производить, продавать, торговать, пожалуйста, мы транзитные страны. Торгуйте через нас. Но помните, что у нас тоже есть свой интерес. И если мы, украинцы и белорусы, у себя сделаем что-то свое, солидное, мирового уровня продукт и товар, тогда к нам быстрее придут. Тогда с нами будут считаться, и инвестиции пойдут к нам. Мы не должны на коленях ползать ни перед кем. Как сказал он, ваш президент на ходу, мы еще и другим помочь можем, если это надо будет. Говорили о том, что близко и понятно каждому по обе стороны границы. Общие традиции, культура, спорт. Недавно Минск принимал вторые европейские игры и матчевую встречу по легкой атлетике. В стартах довольно успешно участвовали и украинские спортсмены. Впору вместе замахнуться и на более глобальные события. Вы бы посмотрели, как десятки тысяч людей приветствовали ваших спортсменов, наших украинцев и поздравляли с победой. И мы с Владимиром Владимировичем тоже. Мы там были и приветствовали их стоя. Так что не все так плохо. Думаю, наши государства вместе могли бы побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. Это я говорю о предложении президента Украины, который также предлагает нам вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам вообще на Олимпийские игры в две страны и провести. Это нам под силу. Для двух стран под силу. Владимир Зеленский провожал в аэропорт Александра Лукашенко тоже лично. Расставались с друзьями Юлия Бешанова, Андрей Иваненко, телекомпания СТВ, Житомир, Украина.